Вы знаете, то, что я хочу сказать, уже многое было сказано. Но я думаю, что хорошо, когда мы, может быть, повторим, и я, может быть, немножко другими словами, но Дух Святой как-то так. Я не знал, что будут говорить братья. Я обычно готовлю намного раньше то, что хочу говорить. Размышляю какое-то время, чтобы мне подготовиться к тому, что буду говорить. Поэтому то, что я сегодня говорил, я уже говорить буду. Я уже как-то размышлял обычно с начала недели. Но хочу начать с такой притчи, в которой записано такое слово. Евангелие от Луки, 20 глава, с 9 стиха. И начал он говорить к народу предчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям. И отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того изранив выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? «Пошлю сына моего, возлюбленного». Может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря, «Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. «Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, да не будет». Я хочу, братья и сестры, сегодня поговорить про виноградник и виноградарей. Ну, я думаю, что виноградник, мы понимаем, это Божий народ. А кто такие виноградари? И знаете, вот когда они слушали, то они сказали, да не будет. А потом, дальше читаем, вот девятнадцатый стих. «И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки». Это девятнадцатый стих. «Но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу». Вот я хотел бы сегодня братья, братья, во-первых, братья и сестры. А кому эта притча сегодня? Кому нам? Вы знаете, когда люди, которые поняли, то у них произошла сразу реакция соответствующая. Реакция произошла. Так кому эта притча сегодня? Это очень важный вопрос. Апостол Павел говорит, в послании там есть в своем Коринфянам, говорит, что есть Нива, а есть, мы сегодня слышали, а на Ниве надо жнецы. Есть какое-то строение, говорит, я как мудрый строитель положил основание, другой строит. Есть строение, а есть строители. Здесь есть виноградник, а есть люди, которые работают в винограднике, братья и сестры. И я хотел бы, братья и сестры, сегодня, особенно братьям, сегодня брат так молился, я хотел бы, чтобы мы поняли, во-первых, те братья, я понимаю это, я давно это понял, что эта притча обо мне. Хочу тем братьям, которые сегодня, может быть, не знали, братья, это притча и о вас. Написано так. Шестнадцатый стих, еще раз читаем. Придет и погубит виноградарец, и отдаст виноградник кому? Другим. Вы знаете, что вот есть те люди, которые каким-то образом они влияют на церковь. Мы проповедуем, кто-то пророчествует, кто-то каким-то образом влияет. Бог поставил для того, чтобы виноградник приносил плод. А люди, которые трудятся в церкви, они должны прилагать все усилия, чтобы этот виноградник приносил плод. Слышите, братья? Те, кто, может быть, проповедует, те, кто каким-то образом влияет на то, что происходит в церкви, или, может быть, там, допустим, кто-то сестра там выходит. Каким-то образом мы влияем на людей. И когда вот Бог вверил этот виноградник свой, священникам написано, книжники были, которые читали Слово Божие, и которые должны были влиять на Израиль, чтобы Израиль приносил плоды. И я хочу, братья и сестры, сегодня, чтобы мы для себя вот ясно так понимали. Особенно я хотел бы сегодня, чтобы, ну, вот, в сердце людей, которые должны, я понимаю, что нам каким-то образом придется, ну, и деканом надо новых еще, и те, которые есть, должны понимать, и те, которые проповедники, должны понимать, что цель, которую Бог преследует в нас, в людях, которые здесь руководят церковью, цель, которую Бог хочет видеть каждой поместной, каждой поместной церкви, дай плод. Все. Слышите, братья и сестры? Дай плод. И приходили разные, там написано, он посылает рабов своих. И эти рабы, это кого он посылал там к Израилю? Пророков. И пророк, он приходит, братья и сестры, он приходит, и он спрашивает у этих вот евреев, где плод? Правильный пророк приходит и спрашивает, где плод? Я понимаю, что если пророк послан от Бога, то он приходит, вот написано, посылал одного, посылал другого, посылал третьего, он другого ничего не будет спрашивать, братья и сестры. Он приходит и он говорит, где плод? И вот у Еремии есть такие слова, он говорит, Бог говорит, я не посылал этих пророков, они сами побежали. Если бы они стояли в моем завете, то они отводили бы народ мой от греха. Я понимаю, братья и сестры, что цель Бога посылать к нам вот людей, которые бы спрашивали, а где плод? И здесь мы читаем у Луки, а эта притча написана у всех трех евангелистов, ну, которые мы говорим, синоптики. И вот у Матфея она немножко по-другому. И у Матфея написано, что и точила выкопал, и ограду поставил, и башню поставил. Все сделал. Помните, вот в Ветхом Завете это песня, которую поет Исаия. Воспою возлюбленному песню о винограднике. Я все сделал. А где ягоды правильные? Вот все сделал, говорит, все для тебя устроено. И сегодня, братья и сестры, мы говорим, для нас все возможности есть. И Бог не приходит и не спрашивает, где ваше здание? Он не спрашивает, где у вас хор? Он не спрашивает, где ваша музыкальная группа? Говорит, нам все даровано для жизни. Все даровано, все. И может быть, знаете, у кого-то меньше, у кого-то больше, у кого-то есть здание побольше, у кого-то хор поменьше. Да не важно. Знаете, нам все даровано для того, чтобы мы что делали? Правильно. Христос сказал, я поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш был, как сегодня брат говорил, не один раз в жизни, а чтобы он пребывал. И то дерево, которое вот растет, эти дерева, они написаны, что приносят плод регулярно, постоянно. И Христос сказал, тем прославится Отец Мой Небесный, что вы принесете много плода и будете Моими учениками. Братья и сестры, вот прославляется Отец Небесный, когда мы плод приносим, и мы когда учимся, и когда мы ученики. Вот этим прославляется Отец Небесный. И я понимаю, что тогда, когда мы в правильном состоянии, когда вот наше сердце правильное, тогда Богу и хор наш нравится, какой бы он ни был. И группа тогда молодежная нравится, но если сердце неправильное, вот если в сердце ложь, лукавство, зло, то как бы красиво не пел хор, и как бы хорошо не говорили проповедники, Богу это отвратительно. И он говорит, зачем вы все это мне приносите? и говорит, курение ваше отвратительно для меня. Вот то жертва, что вы там, не знаете, не сигареты, не, уже так бывает, люди по молодости говорят, но вот те жертвы, тот фимиам, который возносится, он не нужен Богу. и как бы мы что-то красиво не сделали, и как бы мы красиво не пели, и как бы мы красиво не проповедовали, это все бесполезно. И поэтому, когда приходил пророк в Ветхом Завете, он приходил к Израилю, и он говорил, вот что от тебя требует Господь. Помните? Давайте прочитаем. Это книга Михея, 6 глава, 6 стих. С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с цельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое, и плод чрева моего за грех души моей? Вот с чем я могу пред Богом предстать? И сегодня уже было перед нами прочитано, даже если я раздам все свое имение и тело свое отдам на сожжение, но если у меня нет правильных отношений с моих братом и сестрой, братья и сестры, нет правильных отношений с церковью, даже если я такие вот какие-то огромные жертвы принесу и тысячи овнов, и я буду тут песни петь красиво, и я буду красиво молиться, и я буду красиво проповедовать, мне в этом никакой пользы нет. Нету никакой пользы. А с чем мы предстать? о человек восьмой стих сказано тебе сказано тебе что добро и чего требует от тебя Господь действовать справедливо любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом моим. Сказано тебе требует от тебя Господь это Он тебе не просто предлагает это Он тебе даже не советует Он тебе говорит дай мне плод Я тебе дал все необходимое Слово Божье звучит песни поются собрания проходят здание ты имеешь спокойно собираемся слава Богу до сих пор не знаем как дальше и приходит и спрашивает дай мне плод если братья и сестры вот Бог приходит ко мне и Он посылает я понимаю что если приходит пророк правильный от Бога и Он задает мне вопрос а мне придется когда-то отвечать и я понимаю что когда мы читаем здесь то Он отдал не одному виноградарю так написано а много оказывается виноградарей я хочу братья и сестры чтобы мы для себя поняли а исполняю ли я то дело которое я принял Господь моя задача я буду отвечать братья и сестры я это очень для себя очень хорошо понял когда-то когда вот эти первосвященники услышали их отношения они крепко внутри их все перевернулись я когда стал молодым присвитером братья и сестры я вот прошлое воскресенье я говорил о видимой благодати помните видимая благодать пришел брат увидел и что увидел эту благодать и возрадовался я когда стал молодым присвитером я столько увидел проблем там радоваться было нечем я говорю так открыто и честно и бывает люди говорят вот тогда хорошо было это катастрофа ни одного места не было где бы люди жили как брат сказал три человека будет верующих и между ними будет урожда и понимаю что Бог с меня спросит понимаю что с меня Бог будет спрашивать почему плода нет я должен работать в этом винограднике для того чтобы люди понимали что важно в их жизни они должны поставить перед собою цель чего должны добиваться и если они не будут этого добиваться если то Бог с меня спросит из других которые проповедуют которые приходят которые говорят это Бог спросит братья и сестры ты виноградарь ты должен мне дать плод ты должен взять этот плод от этих вот людей которыми ты руководишь которым там ты говоришь которым там ты и потом ты должен принести плод. И знаете, для меня были такие иногда потрясающие моменты, когда я видел люди давно верующие. Они ходят в церковь, они что-то слышат. А такое поведение страшное. Может, здесь на собрании они ведут себя так, но в жизни и там, когда коснется, там совсем ужасно. Как брат говорил, он говорил, там живут в деревне три бабушки. Такая сегодня ситуация в наших деревнях, что там только бабушки, а в некоторых днях, может, там две или одна там остались. И между собою не разговаривают, не общаются. Я всегда просил, если есть там небольшая какая-то группа людей, церк там вот, братья, ну, там братьев было мало, сестры в основном. Сестры, пожалуйста, собирайтесь вместе. они приезжали только на воскресенье, один раз в неделю. Я понимаю, что достаточно мало, надо сами, чтобы где-то там собирались. И я помню, ну, такая ситуация, расскажу, как есть. Я говорю, не самая такая страшная, но для людей-то, знаете, заехал. три сестры у нас такие были, порослянов. Это было, примирить их было невозможно. Одна там сестра такая была, она дважды отлученная. Дважды. Сначала отлучили ее без меня, она таким хитрым способом пошла на Тормасова, приняли в члены церкви, тогда они там как-то так легко принимали, церковь только организовывалась, приняли. А потом она опять перевелась сюда, с миром отпустили сюда, и она опять с миром тут. Как-то без рассудков, без рассуждений. Я вижу между сестрами три родные сестры. У их нет никакого общения. У них никакого мира нет. Они настолько враждуют друг с другом, у них такая ненависть, друг к другу, что я я понимаю, с меня-то Бог спросит. Почему никаким образом я вот на эту ситуацию не влияю? Я как-то их там сказал, так, сестры, дорогие, останьте, вот когда соберитесь в какое-нибудь время, мы договорились с ними, что я приеду, я приезжаю к ним, три сестры, родные сестры. Я говорю, давайте мы помолимся сначала. Будем как-то идти к миру. Написано так. Вот стремись к миру, ищи мира. Давайте помолимся. Начали молиться. Молимся. Знаете, так молимся. Сильно молятся. Ну, кто был в Порослянах, кто там одна только сестра. Сильно молимся. Молимся сильно. Ну, думаю, может быть, и удастся мне. Может быть, мне удастся привести их к какому-то согласию, чтобы они приняли друг друга и перестали там. друг. Вы знаете, я очень глубоко ошибался. Я говорю, для начала, ну, я еще был молодой, мне было только за 30, знаете, на то время, когда я, помню, поехал к ним. как начали мы беседовать, как поднялся крик, как поднялся скандал. Я извиняюсь, братья и сестры, но скажу, как есть. И одна сестра при мне, мне 30 тысяч, одна сестра при мне, так знаете, задирает юбку, показывает всем задницу, вот там вы мне, у меня. Я, молодой человек, тут все три сестры, которые, ну, пожилые, я не знаю, куда мне деваться. Это ж такое позорище. Куда мне деваться? Плоды принесли. Плоды жизни принесли. Я говорю, так, сестра, говорю, сестра, что вы такое делаете? Как вы так? Говорит, а вот недавно она на меня с топором бросалась. А та говорит, так ты ж на меня, вот как я приходила, то ты ж на меня с ухватом пошла. Это что ж такое? Так молились. Так и после этого такие плоды. что это такое за поведение христианское? Я вам, братья и сестры, еще не скажу, знаете, некоторые вещи даже и говорить не буду, потому что это вообще могут вам такие, знаете, я просто так вот поверхностно даже. Я так говорю, так, сестры, все. Вы и вы на замечание поедем с братьями и решим ты и ты, его сестра, на замечание. Все, хватит. Сколько вы тут верующие? 20 лет или 30 лет, мне уже не важно. Какие плоды вы тут приобрели за это время, мне не важно. Я говорю, мне надо перед Богом быть честным и чистым. Я не хочу, чтобы такое было в церкви. После этого, правда, одна сестра как-то смирилась, покаялась, но она долго не прожила, она отошла, умерла. Вторая сестра не покаялась, не смирилась, и мы ее отлучили. И знаете, что самое такое для меня непонятное? Что люди, которые, она пророчествовала, она пророчествовала, и я к ней приезжал, когда, допустим, старался каким-то образом ее вытянуть с этого состояния. Думаю, написано, что пастырь добрый, ищет овечку, надо ее искать, надо каким-то образом ее тянуть, вынимать с этого состояния. Я приезжаю, так, сажусь с ней, сначала поговорим, она мне там рассказывает, она никого из тех служителей, которые были там, все плевы, там, допустим, Миша там, Севастянович когда-то с ней работал, там, отлучались ее когда-то еще до меня, то она никого по имени не называла. Она все какими-то кличками такие, кличками, все кличками. Я говорю, сестра, дорогая, надо покаяться. Давай помолимся, ну, давай помолимся, начинаем молиться, начинает пророчествовать. Я говорю, так, сестра, хватит. Я говорю, от тебя, не от вас, я говорю, пророчества никакого не приму. Не приму никакого. Мне, говорю, с вами молиться в грех, потому что написано, что, ну, есть такое правило, что кто с отлученным помолится, то того тоже надо отлучать. Я говорю, я с вами не зашел, я с вами тут помолился, вы мне сразу пророчествуете. Но я знаю, допустим, апостол Павел пишет Тимофею, какой должен быть сосуд. Кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, угодным Богу. Сосуд должен быть чистым. Я никогда не буду пить с грязного сосуда. Если человек запашкан, я пить не буду, какие бы там не были откровенны. Очистись, пройдет какое-то время, помойся, убелись и говори, тогда приди и рассудим. И знаете, сколько я к ней не ездил, ничего не поменялось. Прошло какое-то время, она заболела, она долго болела. Ходили наши сестры, знаю, там ей поддерживали, помогали, оказывали милость так. и все ходили бывало к ней помолиться на пророчество. Я не понимаю этого, братья и сестры. Хочу прочитать просто наставление на следующий раз, может быть, когда-то будем встречаться с такой ситуацией. 14-й Псалом. Кто может быть? 14-й Псалом. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Я не буду все читать, там все знаете, как должен, кто не клевещет, кто поступает. И вот 4-й стих. Тот, 4-й стих, тот, в глазах которого призрен отверженный. Слышите? Если человек отлучен, то человек, который на горе Божией, он будет этих отлученных стороной обходить далеко-далеко. Он будет презрен. Но который боящихся Бога славит. А где боящиеся Бога? В церкви. На церковь никогда такой человек поношения никакого не сделал. Он знает, там церковь, там святые люди, там, может быть, они ошибаются, но они Бога боятся. А если человек отверженный, он презрен. Вот тот, кто будет на Божьей горе. И когда мы это неправильно, может быть, не совсем люди понимают вот это состояние, то, знаете, Бог отговорит, Он открывает через слово свое, как относиться к церкви, вот какое отношение должно быть. Боящихся Господа надо славить, а не поносить. А презрен должен быть тот, кто отлучен. Вот такое должно быть отношение у тех людей, которые на самом деле на горе. Я помню тогда, приехал брат Ювеналь из Котелка. Виктор помнит баран. И Ювеналь говорит, давай поедем к этой сестре, съездим. Он ее знал давно, из каких-то там давнишних времен. И он взял еще одну сестру, которая, подруга ее была. И он так думает, ну, поедем. Я говорю, брат Ювеналь, я уже там столько положил сил, я уже там столько там бывал. И бесполезно. Сердце, как брат сегодня сказал, каменное. При том, что она, как приезжает туда, языками говорит и пророчествует. Сердце каменное, бесполезное сердце. И я согласился, давай поедем. Поехали. Толку никакого, братья и сестры. Она так и отошла, без покаяния. И я понимаю, братья и сестры, одну такую вещь. Я хочу, чтобы мы сегодня поняли. Есть такая, братья, притча. Она такая, может быть, ну, как сказать, говорят, не каноническая притча, но она такая распространенная. Она бывает иногда, где-то даже, я понимаю, что где-то даже экранизированная немножко. Приехали миссионеры на один, это притча, на один остров. Может, слышали? Приехали миссионеры на необитаемом, только три человека, три деда живет. И они послушали, как эти деды молятся и сказали, вы молитесь неправильно. Они объяснили им, как надо молиться, растолковали им все как нужно и уехали. Уплыли на корабле. Деды забыли, как молиться правильно. Только стали молиться. Но что дедов, не помнят, как молиться. Так их учили, они не помнят. Едут миссионеры, плывут миссионеры на корабле, смотрят, деды бегут по воде, догоняют и кричат. И спрашивают, мы, миссионеры, мы забыли, как правильно молиться. Напомните нам, как правильно молиться. Те миссионеры говорили, как вы молились, так вы и молитесь. Если вы по воде можете бегать, то как хотите молитесь. Знаете, братья и сестры, самое главное не то, как мы молимся, а самое главное то, как мы живем. Сегодня брат прочитал вот эту 13 главу Коринфянам. Если я даже все знаю, если я знаю все тайны, передо мной все открыто, если я пророчествую, если я горы могу переставлять, если я так все могу и даже свое тело отдам на сожжение, но если я не могу жить правильно в своей семье, если я любви не имею, то я ничто. И мы, как люди верующие, должны понять, что Бог ожидает от нас плода. И Бог поставил в церкви людей, которые должны этот плод собирать. Они должны работать над этим плодом. Они должны проповедовать, достигать, увещевать. Апостол Павел говорит, я каждый день, я со слезами говорил. Тоже помню, я расскажу такую ситуацию. Знаете так, я говорю, это каждая деревня была своя какая-то, что-то Робицк, что-то Пиняны, что-то Жабим, что-то, знаете, Длиново, Поросляный, Весневичий. И все люди, какие-то, знаете, верующие давно. Я молодой человек. И как-то у меня уже была, помню, такая ситуация в Пинянах. Я уже, знаете, тоже не знал, что делать. Очередное обострение, не знаю, что делать. Катастрофа совсем. Я понимаю, в церкви так не должно быть. Если люди верующие, они должны иметь общение, они должны участвовать в вечере с чистым сердцем. Я поехал, как раз тогда было, такое было, совет был, вот этот наш, областной. А Куркаев иногда делал такие советы вместе с пророчествующими. Я уже знал, что там будут пророчествующие, так вот, сначала общие дела, а потом пророчествующие. И я поехал на этот совет и думаю, ну, какой-то мне, может быть, совет от Бога будет. Что с этими людьми? Как привести к миру? Как порядок навести вот в этом селе с нашими верующими? Это было давно. Я, ну, молюсь, поехал там. Господи, что ты мне скажешь? И такое видение одной сестре. Она говорит, вижу сад, а в саду, как вот ураган прошел, буря прошла, и стоят разные деревья. И говорит, есть деревья, которые такие старые, большие деревья. и когда этот ураган прошел, то эти деревья посередине этой красы поломались. А когда поломались, то показалось, что там они, оказывается, внутри были гнилые, труха была. Снаружи вот такие, а, говорит, а рядом стоят такие молоденькие деревья, и они вот этого урагана, они не ломаются, они просто гнутся и становятся. Их просто там половина ветра этих листьев, как брат говорит, пострывала половина, а половина осталась. И, говорит, они вот так гнутся и становятся, гнутся и становятся. И этот ураган их не поломал. Но, говорит, вот эти большие, которые попадали, то они попадали, бывало, на этих маленьких, Их там где-то привалило. Ну, я услушаю, а что ж мне делать? Я спрашиваю той сестры, а что дальше? Говорит, не знаю. Что дальше? Что с этим делать? Ну, как тут понять, что с этим делать, братья и сестры? Я так поехал, думаю, ну, что делать? Сам не знаю. Думаю, пускай так, но пока там и остается. Я не знаю, что делать. Потом я только понял, братья и сестры, я потом только понял, что мне надо в этом саду работать. В этом саду мне надо работать. Я потом понял. Ну, тогда я ехал, я не знал, что делать. Я заехал, а мне надо было сразу, вот с этого совета я уже договорился заехать в Пинины, и мне надо там было беседовать. Я этой беседой тоже ничего не добился. Но мне надо работать. И Бог с меня спросит. И Он приходит и задает вопрос. Как здесь вот пришел вот к этим людям, которым было вверено. Написано, что им все вверено было и законоположение. И уставы, и богослужение у них все. И у них и скиния стояла, и там в скинии хлебы предложения лежали, и там огонь горел, и там их такие, жертвенник был большой и маленький. У них там была вся эта минора семья. Там все же было для них. Все было для них. И для нас, братья и сестры, все. А что Бог от нас требует? Плода. И Он хочет, чтобы те люди, которые, они поставлены руководить церковью, придет Господь, братья и сестры. Мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа. Мы знаем, что Он придет. И Он пришел вот к этим вот написано. Пришел. И что Он сделает с этими виноградарями? Почему они сказали, да не будет? Они поняли. Они поняли, что о них сказал эту притчу. Да не будет. Но хотим ли мы, не хотим. Этот виноградник вверен нам. И моя задача, братья и сестры, чтобы в винограднике были хорошие плоды. Сегодня брат прочитал эту 13-ю главу Коринфянам. Пусть Бог нам поможет, чтобы мы понимали цель христианина – достигнуть любви. Цель христианина – Бог спросит. И Павел пишет вот в одном своем послании к Коринфянам, вот он пишет такие слова, 12-я глава. Я читал недавно вот с этой главы. Этот стих же прочитаю. Это 12-я глава, 21-й стих. 12-я глава, 21-я. Чтобы когда опять не приду. Нашли 12-й стих? 21-й стих. Второе Коринфянам. 12-я глава, 21-й стих. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. Апостол Павел говорит, вот приду к вам и увижу вот все вот эти дела. И что Бог со мной сделает? Уничижит. Да, братья и сестры. Чтобы не уничижил меня Бог мой. Он придет. И он придет и ко мне, и кому-то еще здесь в церкви. И он уничижит. Когда плоды будут неправильные. И апостол Павел в другой церкви пишет. Боюсь за вас, братья. Не напрасно ли я у вас? Трудился. Поэтому я хочу сейчас помолиться о том, чтобы в церкви, братья и сестры, мы говорим о том, что нам надо, чтобы были служители. И моя молитва, и мое желание, чтобы были люди, которые будут хорошими виноградарями. Согласны? Чтобы были люди, которые будут трудиться, чтобы виноградник принес хороший плод. Трудиться над этим надо. Я понимаю, что... Вы знаете, я когда сейчас... Немножко прошло время. Я понял то видение, которое мне сестра тогда сказала. Я понимаю, что даже на старых деревьях можно получить хорошие плоды. На старых трухлявых деревьях можно получить хорошие плоды. Только я понимаю сегодня, братья и сестры, что это очень тяжело, надо работать. Я... У меня есть в моем огороде, не в моем, это жены, она помнит еще такая яблоня, которой лет 70 или 80. Старая-старая яблоня. Сегодня на таких яблонях, уже, знаете, таких яблонь, может, и нет. Уже сегодня такие яблони садят, садят на которые на таких подвоекарлики, полукарлики. Они там быстро, быстро начинают подоносить и быстро они заканчивают. Но раньше садили такие настоящие, допустим. Они от корня такие. И вот эта яблоня, она когда-то, 20 лет назад, она, ну, хорошие яблоки. И сегодня, и сегодня, ну, она приносит яблоки. Но я понимаю, во-первых, там надо очень сильно на ней работать. Надо очень жестко обрезать все ветви. Жестко надо обрезать, без всякого сожаления. Оставить максимум одну-две. Из старых веток надо максимум одну-две. Тогда она будет устойчива к ветру, во-первых. Ее не поломит посередине. Она трухлявая, эта яблоня. Да, она внутри пустая. Но, а потом, когда она начнет давать новые ветки, молодые, там пойдет поросль новая, то из этих веток надо тоже все вырезать, все оставлять только несколько. И эти новые ветки, они смогут принести хорошие яблоки. Они принесут хорошие яблоки. Только мне сегодня, братья и сестры, я говорю про свой сад, про сад, про эту яблоню, мне сегодня это не хочется делать. Знаете почему? Эта яблоня высокая. Она высокая. Эти яблони, которые сегодня, они низкие. Я могу такую лестницу маленькую поставить, я могу, что надо сделать. А туда надо лезть. А там такие ветки, вот такие, как моя рука. А даже больше. Их надо резать. И их надо сильно резать. А яблоки будут, сегодня уже есть сорта, которые намного вкуснее. А те, ну, поэтому, смысла над ней работать. У меня нет. Но я понимаю, братья и сестры, вот в Божьем винограднике, что надо иногда прилагать старания и усилия. И даже старые яблони, они могут принести хороший урожай. Но это надо очень сильно работать. И резать надо беспощадно. Жалко бывает. Я хочу, братья и сестры, хочу сейчас помолиться о том, чтобы Бог дал нам быть людьми, которые приносят плод. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы для себя это ясно поняли. Что Бог посадил вот этот виноградник, а мы сегодня тоже виноградник. И цель у него только одна. И требует от тебя Господь. Братья и сестры, это Бог требует. Он выставляет требования своему винограднику. Ты должен. И я понимаю, я еще расскажу. И я понимаю, что люди, которые проповедуют, и люди, которые трудятся в церкви, и это люди будут учителя воскресной школы. Цель виноградника принести плод. И больше другой цели нет. В Ветхом Завете там есть такая притча, что можно сделать с виноградом. Что можно? Дом построите? На отопление подходит. Цель только одна. Ни для каких других целей виноградник не подходит и не приспособлен. И если плода нет, то его нахождение бессмысленно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы для себя положили глубоко-глубоко в сердце наша цель принести плод. Плод на что пребывал. Послание Галата можно найти, какой должен быть плод. Можно понять, что от меня требует Господь, какой я должен быть. И если в моем сердце этого нету, то я расту бесполезно. Поэтому давайте мы будем молиться для того, чтобы Бог смотрел на нас, смотрел на нашу жизнь, смотрел на наши отношения в семье, смотрел на наши отношения в церкви, смотрел, как мы живем. И, братья и сестры, для меня не важно, как мы будем здесь петь. Хотя я люблю, когда поет и хор, и группа. Пусть Бог благословит. Для меня это не первое. Для меня не первое, какие тут проповедники будут. Для меня первое, чтобы люди по воде бежали. Как они будут молиться? Как они будут петь? Это второе. Я понимаю, что Бог любит, когда верующие поют. Богу нравится, когда они ему славят, когда воздают ему хвалу. но он хочет, чтобы эта хвала была из чистого сердца. И когда там сердце зло, Богу это совершенно не нравится. Поэтому давайте мы помолимся, чтобы вот Давид сказал, вот, сердце чистое, вот, дух правый, пусть будет в моем сердце, обновляй вогнутри меня, чтобы мне принести должные плоды, для чего меня Господь здесь на земле и посадил. Аминь. Аминь.